Изначально, когда перешли на эту систему, 13 августа подали заявку. Положили просто наши документы, сделали, ну там как по образцу, они у вас стандартные, сколько контейнеров, сколько вывозится, когда, периодичность. Вот, и отметили, что документы мы договор должны были получить в МФЦ. С этого времени, 31 августа, мы получаем счет на оплату по нормативу, то есть с общей площадью торгового центра. Договора нет. Далее, подаем претензию, направляем на Москву, на Саратов, заказным письмом с уведомлением. Ответа нет никакого. С Валовой 2, 10, вдруг 10, вернулся конверт, потому что его никто не получил. С Москвы ответа никакого нет. Следующий этап, сюда приезжает в конце октября ваш непосредственный руководитель, директор Андреев. Ситуацию объясняем, о том, что у нас имеется фактический объем потребления коммунальных услуг, имеете документы, подтверждающие данный факт, это подписанные листы с вашим подрядчиком, ось энергии, которую мы подписываем каждый месяц, которым подтверждаем как раз фактически оказываемую услугу. Нас записывают, мы говорим о том, что договор мы так и не получили, в результате ответа так никакого не поступает, несмотря на то, что у нас записан непосредственно ваш руководитель. Далее, подаем вторую претензию, где мы уже прикладываем за август, за сентябрь, и за октябрь фактически норм потребления коммунальных услуг ответа, опять же, никакого. Неоднократно, а, да, был разговор о том, что должна здесь открыться площадка, да, для того, чтобы доработать с физическими лицами. Неоднократно звонила на горячую линию, мне сказали, что не работает площадка. В результате дозвонились мы каким-то образом, вытребовали после ссылки на то, что я общаюсь непосредственно с Андреевым, нас связали, скажем так, с исполнителем, да, который находится в Саратове, вашим представителем. Нам сказали, договор у нас лежит в Саратове, приезжайте. 20 ноября мы только получили договор. То есть, несмотря на то, что заявки указывали, что мы должны были его получить на МФЦ. Это добросовестное исполнение ваших обязанностей по заключению договора. Это, во-первых. Вот. Все-таки, то есть, получается, мы добросовестно со своей стороны исполняем. Мы поехали, получили договор. Нам указали 10 дней на протокол разногласий. Хорошо. 10 дней мы подаем свое время на протокол разногласий. И опять же, прикладываем документы за фактическое потребление, о том, где у нас находятся контейнерные контейнеры, да, что на нашей земле все, все как положено в соответствии с договором. Сегодня 13 ноября. Декабря, извините. Да, прозваниваем непосредственно вашу горячую линию. Мне говорят, что вроде бы, как присмотрели. Ну, смотрите, для того, чтобы я, например, да, добросовестно исполнил свои обязанности, либо, да, там, мой клиент, он должен 7 кругов от пройти. Он должен заняться практически длительное. То есть, ладно, я там, да, например, я выполняю свои обязанности по найму, адвокатную работу. То есть, я выполняю на результат работы. Я это делаю. То есть, у меня это занимает определенное время. Это также для моего клиента определенные расходы. Я это добиваюсь, я этого делаю. Я это делаю. Я говорю про крупного, да, например, скажем так, потребителя, да, ваших услуг коммунальных теперь что. И вот, например, мы берем частных физических изданий, подприниматели. Нет у них этой возможности. Билетик выкидывают. То есть, получается, для того, чтобы мы соблюдали закон, мы, потребители, должны сами ходить, биться и стучаться. Не так, как вы нам говорите, вы должны заключить договор, вы должны туда, прийти, тут сообщить, это сделать. В результате, пока сам не начнешь бегать, в результате никакого нет. Не просто бегать, а бить, стучать и звонить. Дальше. На сегодняшний день, получается, у нас выставляет счет по нормативу, посылает август, сентябрь. А вы еще тоже скажете по нормативу. А октябрь, ну, наверное, все-таки где-то записано, кстати, за октябрь, ноябрь, пока счетов не поступало. То есть, ни по факту, ни по нормативу, вообще никакой реакции нет. Это, это я, собственно, к чему говорю. Вот вы говорите то, что с 1 января, да, то есть, все потребители, да, на коммунальные услуги должны обязаны заключить договор. Договор, если они его не заключат, то фактически, да, там, например, будет договор заключен на тепловых условиях, где, в принципе, нам всем выставят, в том числе и другим представителям торговли, нормативу, которые требования завышены. Я, например, со своей стороны, да, как юрист, я понимаю, что вы, например, своими действиями, наоборот, затягиваете рассмотрение этого вопроса по заключению договора. Вы уклоняетесь фактически от заключения договора, потому что пока к вам не приедешь, не пробьешься, от вас никакой реакции ответа не имеет. И, пример, я была сама непосредственно, была об этом у вас в офисе на Валовой, 2, 3, 10. При мне приехал мужчина, тоже предприниматель, с турбом Пугачева. Ситуация какая. Он приехал первый раз, что-то у него там получилось на такс договора. В результате он берет скайп, ассоциально-цеповой договор, заполняет его, как положено, да, то есть он там не вносит даже никакие правки. Приезжает, говорит, пишите мне, я хочу оплатить, пишите мне, найдите вам два экземпляра, пишите мне. Они не принимают у него, потому что вам это тоже неинтересно. Вы не хотите принимать экземпляр, который вам приносит потребитель, для того, чтобы не вычитывать, не выверять. Но это вы, опять же, уклоняетесь от заключения договора. С услугой оказывается, поэтому мы вам выставляли счет, да, на основании тех данных, в отношении тех расчетных единиц, по которым у нас были сведения. У нас, у вас приказ на руках, есть норматив, да, есть расчетные единицы в отношении торгового центра. Юридически что мы нарушили? Вот скажите мне, пожалуйста, что мы нарушили юридически? Ничего, коллеги. Ничего. Вы нарушили, как мне кажется, именно нарушили то, что у вас заявка была на руках, а вы взяли данные и не согласны с заявкой. Опять, скажите, пожалуйста, мы должны проверить добросовестно? Нам многие могут написать, что вообще у них там стоит один контейнер, а раньше так и было, что многие юрлицы говорили нам о том, что у нас там один контейнер, сбрасывали в бачки другие. Мы должны проверить добросовестно. Добросовестность в смысле. Он же отчет дает, а я с радею. Уважаемые коллеги. Коллеги, вы знаете, мы говорим, что мы проверяем. Да, мы должны проверить, присутствие однозначно проверить мы обязаны, национального налогового кодекса обязаны. Коллеги, ваш протокол на наклассе, я специально вздавала, жить в Балакова. Уже второй повторно рассмотрен. Не может быть, не может быть, вчера только был звонок. Я готовилась к этому совещанию, я готовилась к специалистам договорного отдела, и мне сказали, что мы рассмотрели, я могу увидеть подписанный протокол. Давайте мы сейчас после пройдем, сектор найдем. Услуга оказывается надлежащим образом. Вы, как юрист, прекрасно понимаете, что оказанная услуга подлежит оплате, фактически оказанный объем услуг. Вот мы сейчас говорим о чем? В чем ущемили права? В том, что долго делали договор? Или в том, что услуга не оказывалась? Услуга оказывалась.